...понников оппонента. Прошу вас, Алла Борисовна. Алла Пугачёва, народная артистка СССР. У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны — это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите... Ну ладно мне, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врёте нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведёте себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай Бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки. Ведёте себя разнузданно. Мой вопрос. Это что, часть имиджа разрешённого вам сверху? То, что ни один политик так себя не ведёт. Это пробелы в воспитании вашем? Или не дай Бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано. Вы когда... Если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это всё-таки на весь мир. Всё? Всё. Отвечаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию. Я её сам создал. Я сам первый пошёл кандидатом в президенты ещё советской России. Все разбежались. Значит, это приводно, да? Молчите! Я с партией! Не хамите мне! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Всё! Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, хотел это услышать. Не уберусь, назову вам. Выведет охрана сейчас! Да, я веду себя как певица, а не как певичка. Охрана никого не хочет. Не ори на меня, будущий президент. Я говорю вам, Алла Борисовна. Я вам не Алла Борисовна. Вы меня уже назвали певичкой. Я думала, что вы... Про поведение говорить, но я пять раз не женился. Я думаю, что вы... Я думала, что вы... Кружевник, политик, хитрый человек. Я отвечаю, Солон. А вы просто клоун и псих. Отвечаю. Время Зариновскую. Я должен дать время. Я такой, какой я есть. Я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней, и потом страну залил кровью. Если Хрущев прикинулся тихоней, и мы съели везде кукурузу. Если Брежнев был великий, и вся страна пьяная и коррупция. Горбачёв за демократию, и Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный. Чё вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Чё вы тогда за него агитировали? Вы позор нашей страны. Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли. Под Брежнева, под Горбачёва, под Ельчина, под Путина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду о вас плевать и вытирать ноги. Позор вам. Позор, позор. Все, кто легли сегодня под любого, смотрите, все четыре кандидата, все позвали артистов. Позор страны, позор. Алла Борисовна, все позвали артистов. Под закону сейчас время Жириновца. Да. Она не понимает этого, на законах не считают. Её закон один, менять мужей каждые пять минут. Вы меня извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю ещё раз, вы ведущий, вопрос, все молчат. Я ей попросил, Аллу Борисовну, вступить ваше время. А она не может понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться за меня. Не за Аллу Борисовну. Алла Борисовна навсегда останется и есть в истории мировой музыки. Я буду говорить то, что я считаю нужным. И вы не имеете права вмешиваться. Если вашему каналу Рокоров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно всё проплатил. И в Кремле, и народу, и пусть, конечно, риски рабочие скажут, которые уехали. Никто ни разу в моей передаче не бывал чаще вас, не заплатившего никаких. Тогда помолчите. Я говорю, я говорю, ты страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли родину. Что мы им скажем? А русский народ оплёван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде. Русских лётчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются из окон. То тоже будем всё тихо, спокойненько говорить. Ребята, всё хорошо. В костюмчиках. Тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц. Кругом наркоманы. Кругому... Ну, что делать? Зато пойдём в концерт. Прохоров заплатит. Алла споёт. И нам хорошо. Вам втроём хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному. Время. Русскому народу. А на вас мне натлевать. Всё. Хорошо. Первый заместитель руководителя фракции ЛДП в Государственной Думе Владимир Овсяников. Михаил Дмитриевич. Но вы вот сейчас только что слышали, как Алла Борисовна задавала вопрос. Вот кандидат в президенты должен быть кристально честным человеком. Почти что Иисус Христос. Начнём с вашей биографии. Становление вашего капитала. 90-е годы. Бандитский капитализм. Трупы. Я помню в одном только Кузбассе. Я сам оттуда избирался. 20 директоров.